всем доброго утра с вами покорный слуга ваш руслан михайлов и в этом ролике попробуем с вами угадать поразмыслять кто же все таки будет нашим новым премьер-министром российской федерации в этом году хотел бы напомнить то что вчера наш действующий президент владимир владимир путин вступил в должность официально на пост президента россии вот прошла инаугурация его вчера и уже вчера по конституции российской федерации по законодательству российской федерации все правительство россии ушло в отставку вместе с ним и премьер-министр уже как положено это было сделано не подали прошение об отставке пример министр со своим со своей командой путин подписал все и по информации и сми где-то до 13 мая ну включительно где-то до 13 ориентировочно мая должен уже быть сформирован новый кабмин новая команда правительства и вместе с ним конечно сам премьер-министр нашей страны конечно я считаю то что премьер-министр и кто будет входить в его команду это сделает владимир путин единолично может не единолично со своими там приближенными людьми они уже я думаю я щас говорю свое личное мнение что они уже решили кто будет пример министр кто туда войдет может какие-то маленькие штрихи как говорится уже наводят но нас действующий но до отставки был пример министром мишустин рядом с путиным находится медведев я считаю что вот эти две кандидатуры медведев и мишустина они имеют очень большие шансы стать новыми премьер-министрами ну давайте начнем с мишустина мишустин был пример министром до инаугурации владимира путина его путин назначал до значит мишустин чтобы вернуться опять в прежнее кресло имеет очень большие шансы почему потому что на мой взгляд мишустин в принципе справился со своей обязанностью на этом посту и путин его вроде часто хвалил нареканий таких сильных не было на его адрес поэтому мишустин может обратно вернуться на это кресло и опять стать премьер-министром тут есть и медведев очень приближенный к путину хотел бы напомнить тоже у медведева неплохой пост на сегодняшний день в безопасности дед находится до точной после уже забыл как называется частого сми крутит не случайно поэтому пример министра может медведев вернуться и стать я хотел бы напомнить если мне память не изменяет он уже был свое время пример министра медведев и опыт конечно на этом посту имеет поэтому медведев мишустин имеет очень большие шансы стать новыми пример министрами мишустин как действующий был до отставки и свое время медведев был свое время до поэтому эти медведев мишустин это такие кандидатуры которые у всех на слуху а кто еще может стать пример министром давайте так подумаем но я в принципе из новых людей конечно же трудно представить что может новых стать пример министром да кто-то там еще там из приближения в кремле кто именно сидел в кабмине трудно представить кто-то может вытянут но мы же тоже не знали что мишустин справиться со своими обязанностями станет пример министром да вам раз путин сходу мишустин мишустин стал вот из налоговой инспекции он там тоже там где-то был до опыта в роли пример министра у него такого не было и он как бы стал и он неплохо себя вел на этом посту я сейчас скажу сразу вот может кому то не понравится я лично не хочу чтобы новым пример министром был обратно мишустин я считаю что на мой взгляд мишустин не полностью справился со своими обязанностями я хочу чтобы новым пример министром все-таки был не было так что у нас новый пример министр он шум всегда пример министр у нас ли 20 сидел как президента я хочу что у нас посты пример министров менялись Ну, с периодичностью 4-6 лет. Потому что надо человека, если он даже дал хороший показатель на этом посту, надо его сменять и перенаправлять этого человека на другое место. Чтобы не было коррупционных систем, схем всяких, чтобы не было все завертано на одном человеке. Чтобы у нас система работала, а люди менялись. Вот это было бы самое лучшее, на мой взгляд. Поэтому я считаю, что Мишустина... Я хотел, чтобы он больше не был премьер-министром, пускай его назначат на другую должность. Медведев. Я тоже эту кандидатуру вообще убираю. Я вообще считаю, что премьер-министром не его эта работа. И тоже Медведев не должен быть на этом посту. Я тоже категорично вообще против Медведева. И вообще Медведева всегда критиковал. Потому что, на мой взгляд, он когда был действующим президентом нашей страны, он не сумел набрать большое количество доверия в наших граждан. Я кого бы не спрашивал, никто не доволен Медведеву. И не знаю, почему его держит около себя Путин, но лично мне Медведев не очень нравится. Поэтому на этом посту вообще его не надо. Вот эти две кандидатуры сразу отлетают. Это для меня. Мне кажется, что Путин все-таки назначит либо опять Мишустина, как успешного на этом должности, как бы ему и соперемен не надо, либо какую-то новую фигуру он назначит, которого мы даже не ожидаем. Но мы это узнаем через пару дней. Где-то, может, через три дня, может, четыре. Ну, где-то до 13 мая ориентировочно мы узнаем, кто все-таки будет новым премьер-министром. Что-то мне сердце подсказывает. Либо Мишустин, либо какая-то новая личность. Я бы хотел, чтобы на этом посту появился какой-то новый молодой человек. Тоже талантливый чиновничек, который действительно сможет нашу страну поднять на новый уровень. Естественно, с действующим президентом нашей страны. Я хочу, чтобы в Кабмин, в новый аппарат правительства вошли новые люди. Все, кто там сидел, отправить их в отставку, кого-то на пенсию, а кого-то на новые работы. Ну, чтобы они там не были. Если мы назначаем нового премьер-министра, то там должны быть новые люди. На мой взгляд, если мы хотим, то есть Владимир Путин, если хочет действительно провести реформу в нашей стране, нам нужны новые люди. Я считаю, что с этой командой нам не по пути. Я считаю, что с этими людьми мы не сможем вытащить нашу страну на новый уровень. Кстати, недавно Путин после инаугурации заявил, что мы должны выйти в четверку сильнейших стран в экономике. Значит, Путин дал понять, что нужны реформы. А чтобы нам сделать реформы, нам нужно новые люди в кабинете правительства раз. Нам нужно убрать в отставку Набиуллину. Кстати, Набиуллину все не любят. Кого я только не спрашивал, но все недовольны. Ну, только недавно в интервью Вассерман Дефирамбе спел в адрес Набиуллиной. Я считаю, что Набиуллина тоже должна уйти в отставку. То есть Набиуллину должен заменить кто-то другой человек. И даже если мы... Тут дело не только в замене Набиуллины и каких-то людей. Мы должны поменять закон о Центральном банке. Раз. Мы должны национализировать Центральный банк. Два. Мы должны сделать так, что доллар уже не гулял внутри нашей экономики, нашей страны, как сейчас. Три. Четыре. Мы должны пятую колонну вычистить из правительства, из власти. Пять. Мы должны ликвидировать олигархизм. Мы должны поменять Конституцию. Вести государственную и национальную идеологию. Вот так вот. Я вам сейчас покажу Конституцию. Соц. 13.2, где гласит, что у нас идеология запрещена в нашей стране. А если запрет стоит на идеологию, у нас, то есть, мы не можем априори даже реформы провести. Поэтому у Путина не проходят реформы. Поэтому, если Путин действительно хочет перейти от слов к делу, то ему нужно параллельно назначить нового премьер-министра, новых людей туда в кабинет правительства ввести. Нужно начать ту же реформу в экономической сфере, взяв центральный банк и сделать государственным банком. Национализировать. Все предприятия должны стать государственными. Убрать олигархизм. То есть, мы должны выстроить всю систему, поменять ее с 90-х годов на новый уровень. У нас колониальная система властей. Поэтому Ивановых ловит за взятку, там еще кого-то будут ловить. Поэтому постоянно мы находим, ловим взяточников, там еще коррупционеров. А в итоге у нас опять головы вырастают. Знаете, как в сказке у дракона рубили вот эти головы, а они опять вырастали. А так и здесь. Чтобы они не вырастали, надо менять конституцию. А чтобы поменять конституцию, нужно менять чиновников, и чтобы они проводили реформы в нашей стране. А с этими чиновниками нам не по пути. Я сказал свое личное мнение, можете с ним согласиться, может быть нет. Но, извините, если действительно Путин хочет провести реформы, об этом говорил Севков, что нам нужно убирать из власти пятую колонну, которая нам мешает провести реформу. Вот и Путин со своими спецслужбами должен выяснить, кто у нас реально пятая колонна, кто тормозит развитие нашей страны, и их убрать. И поставить других людей на их места. А для этого, конечно, это чиновничья реформа, потом экономическая реформа, юридическая реформа, юридическая, судебная реформа. Она должна идти параллельно. Как это будет идти, поживем увидим. Но для начала, я хочу, чтобы Путин назначил нового премьер-министра и новых людей. Вот тогда я увижу, что действительно мы идем к изменениям. Как будет сейчас новое правительство выглядеть, не знаю. Но многие там, есть у нас там некоторые, которые любят бегать по пикетам, говорят, ой, сейчас Путин после инаугурации запустит реформу. Ну поживем, увидим, товарищи, как запустят. Я только, знаете, две руки, две ноги поднимаю. Дай бог, чтобы Путин сделал вот эти реформы. Но мне что-то сердце подсказывает, что в начале года нам не стоит ждать новых реформ. Потому что есть много подводных камней, о которых мы не знаем. То есть нам мешает пятая колонна. А я пока не вижу, что Путин реально борется с пятой колонной. Пока только вижу на словах. Пора Путину становиться Сталином. Вот тогда, когда он станет Сталином, у нас пойдут реальные реформы. Дай бог, чтобы Путин это осознал после инаугурации. Вот с такой с вами вышел новостью. Сказал свое личное мнение по этому поводу. Ставим мне лайкосики. Подписываемся на мои ресурсы. Также в описании видеоролика есть ссылочка на мой дзен. Подписываемся. Подписываемся на мой официальный сайт. И пишем комментарии. До скорой встречи. Пока-пока.